Сегодня уже непосредственно о языке Markdown, который при ближайшем рассмотрении и языком-то не назовем. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Это я говорю не его ничижение, исключительно чтобы подчеркнуть его простоту. С заголовками мы, в общем-то, разобрались в предыдущем видео. Единственное в данном случае динамический просмотр лучше отключить, чтобы видеть, что я делаю. Да и вообще динамический просмотр это на любителя. По мне так удобнее открыть второе окно. Если кликнуть по иконке с очками, то есть переключение отображений с зажатым control, то даже в меню заходить не придется. Он сразу откроет второе окно и получается, что у нас сейчас справа окно просмотра готового результата, а слева окно редактора. То есть все, что вы делаете слева, вы видите справа. Так, ну и давайте уже что-нибудь сделаем. Например, вставим ссылку. Даже не буду ничего писать, а просто сделаю так. Перетаскивая страницу из левого меню, он автоматически вставляет ее на страницу в виде ссылки. Ну и мы видим, как оформляются ссылки на внутренние страницы. Название страницы в двойной квадратной скобке. Это ссылка относительная, то есть она ведет на страницу внутри базы. Абсолютные ссылки на внешние источники оформляются так. Одинарная квадратная скобка и одинарная круглая. Проставлять закрывающие не обязательно, достаточно поставить открывающую. Закрывающую он поставит сам. Тут у нас якорь, то есть текст ссылки в круглых скобках, адрес, куда ведет ссылка. Все. Теперь при нажатии мы переходим на статью теплицы. Ну и собственно то, что я сейчас рассказываю, я мог бы и не рассказывать, потому что тут есть справка. Очень подробная по всей программе. И вот тут, например, есть описание основных тегов markdown. Заголовки, выделения, списки. Ну давайте список, например, сделаем. Просто тире, тире пробел, пункт 1. Интер автоматически создает пункт 2. Тире уже ставить не нужно. Чтобы закончить список, нужно нажать интер два раза. Вот такой у нас маркированный список получился. Изображение, да, про изображение тоже скажу. Тут вставлено изображение из интернета, но можно закидывать и в саму базу, ну то есть файл физически будет лежать у вас на диске. Вот этот восклицательный знак говорит, что это нужно рендерить не как ссылку. Видите, она оформлена как обычная внешняя ссылка, а рендерит он ее как изображение. Без этого знака он вставил бы просто ссылку с якорем Engelbart. То же самое будет, если мы закинем изображение в базу. Просто берете, закидываете и, видите, он вставляет в виде ссылки с восклицательным знаком. Без восклицательного знака это была бы просто ссылка на файл. Само изображение он бы не отрендерил. Ну и по изображению можно задать размер. Функция, я так думаю, востребована. Прямая линия после имени файла и размер по ширине в пикселях. Он сохранит пропорции. Можно прописать, например, 100 на 100. Он нарушит пропорции и вставит изображение 100 на 100. Пусть будет 50. Ну и собственно вот справка. Здесь все это описано подробно. Ну вот так меняется изображение в абсолютных ссылках. Ну и собственно еще раз. Справка по Markdown выглядит громоздкой, но это исключительно потому что, во-первых, тут все подробно описано, а во-вторых, еще и с примерами. Самих тегов, тем более востребованных, не так много. Ну давайте еще список задач сделаем. Это у нас тире и квадратные скобки. Но квадратные скобки обязательно с пробелом между ними. И как только вы ставите пробел после скобок, у вас появляется вот такой замечательный чекбокс. Сделать то. Опять же интер добавляет следующий чекбокс. Его не нужно заново прописывать на Markdown. Вот такой вот список. Причем в окне просмотра вы можете отмечать какие-то пункты, как выполнены. Опять же, чтобы закрыть список, нажмите интер два раза. Про что еще обязательно нужно сказать. Про то, что тут наравне с языком разметки Markdown прекрасно работает язык HTML. И для тех, кто его знает, это дополнительный плюс. Открывающий и закрывающий теги болт и все, что между ними, выделяется жирным. Ну и также наравне с тегами тут работают привычные hotkey и стандартного планетарного набора. Не все, но вот, например, Ctrl-B работает и также выделяет текст жирным. А курсив, я думаю, вы знаете, это Ctrl-I. И он здесь также работает. На языке Markdown жирные две звездочки, курсив одна. Ну и давайте вставим что-нибудь посложнее из HTML, чтобы вы поняли, зачем он собственно нужен. В самом Markdown нет возможности менять цвет текста. Но можно воспользоваться тегом font. На этом можно было бы закончить с языком разметки Markdown. Мне кажется, что тех тегов, что я уже привел, достаточно, чтобы отформатировать любой текст. Если недостаточно, воспользуйтесь справкой. Ну вот, например, вставлять таблицы в Markdown не очень удобно. И тут лучше прибегнуть к внешнему редактору, который все сделает за вас и такие есть у меня. Но об этом в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok